Татами в России действительно называют народы, которые перекочевали из Ирана и осели на территории Азербайджана. Сначала к ним относятся игорские евреи. Их еще называют джугура. В середине 19 века они стали перебираться уже на Северный Кавказ. Историю этого народа изучала Анна Зеркач. Великолепные горные пейзажи, бурная река и шпили синагог в жилой застройке. Азербайджанская Красная Слобода – один из самых необычных поселков на планете. В гайдах для туристов его часто называют Кавказским Иерусалимом. Это единственное место компактного проживания горских евреев во всем содружестве. Три с половиной тысячи жителей на одном квадратном километре. У них семь синагог, кладбище с древними надгробиями и свой собственный музей. Там славная история о том, как евреи землеобетованной однажды стали горскими. Берут свою родословную от пленников ассирийского правителя, который в 722 году до нашей эры напал на святую землю. Он вывел оттуда в плен около 30 тысяч пленников. Они основывали поселение, где-то оставались жить и долго. Странствующих купцов из европейских поселений называли родонитами, знающими путь. Именно им человечество обязано появлением Великого Шелкового Пути. Родониты принесли арабские цифры, китайскую бумагу и восточные пряности в Европу и обратили в иудаизм тюркское государство Хазарский Каганат. А с его упадком в X веке отправились искать лучшие жизни. Часть уехала в сторону Средней Азии, это бухарские евреи. Часть остались в разных городах Персии. И часть ушла в сторону Кавказа. Жить спокойно не давали. И Кавказские войны. Персия пыталась захватить Кавказ. Османская империя. Были более благоприятные шахи. В Азербайджане это Гусейн-хан дал евреям территорию возле своего кубинского ханства. Сказал бы, здесь будете жить, мы вас будем здесь охранять. Как отдельное поселение Красная Слобода сложилась в 20-х годах XVIII века. Сын Гусейн-Али-хана Фатали-хан пригласил туда в 1762-м всех евреев прилегающих земель. Об этом и по сей день говорят названия кварталов. Корчак – переселенцы из Дербенского района в Дагестане. Гелики – выходцы из Персии. О происхождении жителей говорил и род занятий. Горцы-крестьяне продолжали заниматься земледелием. Евреи из Ирана – торговлей. В начале XIX века Северный Кавказ вошел в состав России. Горских евреев приравняли к коренному населению. Для них были те же нормы, что и для евреев черты оседлости. Правда, суровость законов компенсировалась, как бы сегодня сказали, необязательностью их исполнения. Местные начальники хорошо помнили, что в Кавказской войне горские евреи поддержали русских. В 1926-м горских евреев впервые посчитали как отдельный народ во всесоюзной переписи населения. Тогда их было почти 26 тысяч человек. Жили в основном в Азербайджане, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Разговаривали над жаури – одном из диалектов татского языка иранской группы. В те времена евреев даже называли татами, хотя в официальной этнографии это один из мусульманских народов Кавказа. Просто предки и тех, и других так долго жили рядом в Персии, что современные потомки говорят на диалектах одного и того же языка. Впрочем, во время Великой Отечественной эта путаница сыграла евреям только на руку. Наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, в северо-восточне Туапсе и в районе Нальчика. С приходом фашистов на юг России на территории Северного Кавказа было уничтожено 67,5 тысяч евреев. В Кабардино-Балкарии всего 10 человек из 5 тысяч. В чем же причина? Почему сохранилась Нальчика община? Причина вот в чем. В составленных кабардинцами списках местных жителей нацисты не обнаружили евреев. Зато там числились несколько тысяч так называемых татов. К расовому вопросу нацисты относились настолько щепетильно, что вызвали из Германии специальную комиссию. Немецкий специалист интересовался историей, религией, жизнью и бытом горских евреев. Показались жилища, из которых заранее были убраны все подушки, все эти постельные принадлежности, потому что кабардинцы не спали на подушках. Были лежанки. Народ единодушно пытался доказать, что живущие с ними рядом евреи не евреи как таковые. В такой формулировке была доля истины. В советской стране жили советские граждане. Для всех одинаковые правила. Если нельзя молиться, то всем без исключения. Если сажали за парты, то тоже всех. Если раньше наше образование было традиционное, то есть если мы учились в хедерах, то уже после прихода советской власти уже все шли в обычные школы. Массовость образования, которую получили наши современники, довольно успешные в России люди. Кавказ. Родина миллиардеров. Это тоже рассказывают туристам в Красной Слободе. Там в многодетной семье родился Зарах Ильиев, самый богатый горский еврей. Торговал на рынке, а сейчас в активе несколько торговых центров, флотилия речных судов и московский океанариум. Состояние почти 3 миллиарда долларов. 43-е место в списке Форбс. Давний партнер Ильиева Год Ниссанов тоже из Красной Слободы. Сын директора консервного завода заработал первый капитал на продаже бакинской нефти. Соучредители совладелят самых амбициозных проектов Москвы. Бизнес-центра Москва-Сити, международного вокзала Южные Ворота, гостиниц Рэдисон и спорткомплекса Олимпийский. Состояние 2,9 миллиарда долларов. 44-е место Форбс. Гавриил Юшваев родился в Махачкале. В 80-м осужден за разбой, отсидел 9 лет. Затем основал автосалоны Казино, стал совладельцем Леонозовского молочного комбината. Состояние почти 2 миллиарда долларов. Это 67-е место. Игорь Юсуфов из Дербента. В советское время работал инженером. Строил электростанции на Кубе. В 2000-м стал министром энергетики. Затем работал в руководство Газпрома и Роснефти. Состояние больше миллиарда долларов. 86-е место в списке богачей. Тельман, ты наш друг навсегда. Знаменитый бизнесмен Тельман Исмаилов родился в азербайджанском городе Гойчай. Десятый из 12 детей. Самый известный его актив, черкизовский рынок, позволял приглашать на день рождения Дженнифер Лопес и, по данным некоторых СМИ, крутить роман с Моникой Белуччи. В 2015-м его признали банкротом. А ранее Форбс оценивал его состояние в 600 миллионов долларов. 144-е место по России. Это лук тут должен жариться до золотистого цвета. Потом мы будем добавить мясо, все по этапам. Потом зелень, а с самого конца яйцо. На Кавказе иудеи и мусульмане считают друг друга одной семьей. Да и культуры народов за столетия добрососедства тесно переплелись. В еврейских бульодах, кроме азербайджанских поваров, никто не может так жарить, парить. Так получилось. И у нас все почти совместно. Наш вкус одинаковый. Мы всю жизнь поддерживали друг друга и будем поддерживать дальше. Суконная черкеска, высокие сапоги и длинные кинжалы. Национальная одежда кавказских народов. И только кипа выдает этническую принадлежность исполнителей лесгинки. Музыка, театральное искусство, танцы. В этом горские евреи оказались особенно талантливы. Легенда дагестанской хореографии Шелуми Матаев 40 лет возглавлял ансамбль «Счастливое детство». Его воспитанники языком танца рассказали всей планете о богатой культуре Дагестана. Танхо Израилов – солист ансамбля под руководством Игоря Моисеева и основатель коллективов народного танца в советской Туркмении и ансамбля «Лесгинка», который сегодня знает весь мир. Несмотря на разность религий и культур, они объединяли целые народы через любовь к искусству. Анна Зеркач, Роман Журавлев, Сергей Палько, Мария Солопова, Марина Сасикова, Нигер Золина, Сыхават Абдулаев, Мурат Гусейнов, Игорь Курданов. Программы «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова